Вы сказали, я очень люблю Россию, но когда вижу этих ментов на улицах, мне становится стыдно за мою страну. Мне начинает казаться, что это страна третьего мира. Эти циничные продажные лица депутатов, эти гаишники, которые смотрят с кого сорвать денег, это нищета и роскошь в шаге друг от друга и так далее, и так далее. А когда видишь вещи иного рода, например, прекрасные книги на лотках, которые не могут предложить нигде, кроме России, думаешь, а все-таки и нами можно гордиться. Что вы думаете о сегодняшней России? Вам стыдно за эту страну или вы гордитесь тем, что здесь живете? Ну, во-первых, книжных лотков практически больше нет. Процесс монополизации бизнеса уничтожил мелкого продавца. Во-вторых, с тех пор, как это написано, очень мало что изменилось в лучшую сторону. А что самое плохое? Уменьшилась до неразличимой сама возможность изменить это в лучшую сторону. В последние пару лет стали наблюдаться такие угрожающие признаки совка, как жлобство вахтеров и сторожей, от чего вроде бы уже отвыкли, хамство официанток. Нет, далеко не всегда. Но, однако же, от чего как-то тоже уже отвыкли. То есть, человек как функция, вот человека как посетителя-потребителя опять начал в гробу наблюдать. И это делает уже новая генерация, которая советской власти не застала. Это не воспитанная, это какое-то не то генетическое. А гены куда девать? Ветром вот так вот надуло, искомпоновало. Это глубоко, горестно. И каждый раз я вижу, вот я еду по улице и вижу гаишника, который стоит там, где ему нечего делать. Ну и каждый раз, вот надо бы не думать о нем, детали пейзажа. А все-таки это неприятно. И вдруг начинаешь ловить себя на поганом совковом комплексе. Когда масса народа в эпоху Ребрежневской тотальной лыжи, слушая о том, что Советский Союз где-то опять обгадился со своей политикой. Радовалась. И испытывала радость от того, что вот этот аппарат государственный, это не мы. И мы рады, что он обгадился. И вот где-то Россия пролетает, и вдруг чувствуешь такое гадостное чувство, потому что, ну, все это безмерное сочинское воровство. Современная российская власть в лице Медведева и Путина вам нравится? Вы знаете, то, что человеку не нравятся лидеры его государства, и он не согласен с проводимым ими курсом, является не более чем нормальным в любом нормальном государстве. Это естественно. То есть, когда, допустим, рейтинг президента 70%, премьера 70%, высочайший рейтинг, это означает, что 30% с курсом не согласны, их за это никто не будет ссылать на Колыму и даже увольнять с работы. Потому что это нормально, будут следующие выборы, следующие кандидаты и так далее, и так далее. Характерно то, что когда вы свой вопрос задаете, а я его слушаю, это почему-то начало попахивать крамолой. Почему? Это нормально, если не нравится? Вот будут выборы, будем менять. То есть, не нравится? Это происходит в Англии, во Франции, в Америке и так далее. Это везде происходит и везде нормально. То есть, не нравится? Нет, потому что я не согласен с большей частью проводимых мероприятий. Разумеется, декларативная политика отдельно, реальная отдельно. Потому что почти все, что они говорят, конечно, хорошо и правильно. Почти все, что они делают, скорее, нехорошо и неправильно. Продолжение следует...